До приемных боксов инфекционного отделения подъезжает машина охоткой меддопомоги. Уся бригада у охотных костюмах пациенту специальной транспортовальной камеры. Такие меры безопасности не выпадковые. Скорая помощь привезла в инфекционную больницу пациента с геморрагической лихорадкой. Для этих целей на скорой предусмотрена транспортная камера, в которой переводится пациент. Пациент, а доклад не пациентка, доставлена у специальный бокс особливо небеспечных инфекций. Симптомы – высокая температура, боль в грудях и животе и рвота. Дякуючи тесному взаимодействию медицинских служб, урачи инфекционного отделения принимают пациентку у полной готовности. Оглядаются, докладняют эпидемичный анамнез. Джанжина только что вернулась из Либерии, а эта африканская краина – регион несприяльный по эпидзахворванию на лихоманку Ласса. У пациентки одразу берут анализы, в ближайшие дни она будет под наглядом урачов. Будут госпитализованы и все особы, которые имелись ее износены. Задача номер один – не допустить распоусюджения захворывания. Конечно, у всех это только в учении. По кулю в области не регистровались особливо небеспечные инфекции, а лимеды, кидая их, повинны быть готовые. Готовым нужно быть всегда и получиться лишний раз, это не есть лишний раз на самом деле, это вспомнить то, что ты знаешь. С инфекциями, которые действительно высококонтагиозны мы сталкиваемся, это та же самая корь, но дело в том, что мы хотя бы имеем вакцинацию против кори, а те инфекции, которые могут быть нам завезены извне, из этих экзотических стран, так называемые тропические болезни, конечно, мы от этого не застрахованы. Брестчин – регион транзитный. Занос особливо небеспечных инфекций выключать нельга. За учениями на базе Брестской областной больницы назирали урачи-инфекционисты и эпидемиологи из всей краины. Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, студенты Белорусского медицинского университета. Что самое главное в рамках таких учений? Отрабатывается взаимодействие различных служб, потому что в случае выявления такого пациента на локализацию ситуации будут работать различные службы, различные ведомства. Учения прошли на очень высоком профессиональном уровне. Слаженность есть, готовность к выявлению и проведению мероприятий она есть. Подобные учения не экстренные. Они проводятся планово и головная мета – проверить готовность службов до встречи с особливо небеспечной инфекцией.